привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня мы поговорим об одном очень простом но тем не менее весьма любопытном опыте который несколько дней назад показал на своем канале стив молд и мы воспроизведем этот опыт и многие спросят в этом месте зачем же воспроизводить то что и так уже сделано другими ну первый ответ на этот вопрос звучит так но ведь в науке каждый результат проверяется другими исследователями действительно ли наблюдается эффект может быть это какая-то ошибка а с другой стороны даже воспроизведение несложного опыта иногда вызывает значительные трудности и пока ты с ними разбираешься ты гораздо больше понимаешь про изучаемое физическое явление так что давайте приступим к нашему опыту как же устроена система которую показал стив молд она состоит из двух пружин которые связаны между собой короткой черной веревочкой а к нижнему концу нижней пружины подвешен 200 граммовый груз и в этой установке имеются еще две веревочки оранжевого цвета первая веревочка соединяет связывает между собой верхние концы пружин а вторая оранжевая веревочка связывает нижние концы пружин но при этом я хочу заметить что сейчас эти веревочки висят свободно они на них не приходится никакая доля груза они совершенно расслаблены и вопрос на который мы будем отвечать звучит следующим образом а что произойдет если я возьму ножницы и перережу вот эту короткую черную веревочку кажется что груз опустится еще ниже и и натянет сейчас расслабленные оранжевые веревочки но посмотрим так ли все это произойдет я завожу ножницы так что перерезать именно черную короткую нитку и режу и удивительное дело груз не опустился вместо этого несколько поднялся наверх как же это можно объяснить здесь у меня изображены два состояния нашей системы первое когда центральная веревочка была целой и второе когда мы эту веревочку перерезали и вот когда центральная веревочка была целой боковые оранжевые веревочки не были натянуты и поэтому весь вес груза приходился на две последовательно соединенные пружины так что каждая из этих пружин растягивалась одинаково всем весом груза ну давайте обозначим это удлинение через x начальную не растянутую длину пружины l и длину веревочки удобно вот этой боковой оранжевой удобно обозначить буквой а и тогда получается что длина всей подвески в исходном состоянии равняется длине веревочки а плюс l плюс x что и написано вот здесь ниже теперь когда мы перерезаем центральную короткую веревочку у нас вес груза перераспределяется так что на каждую из пружин теперь приходится уже не полный вес груза а только его половина а это значит что удлинение каждой пружины уменьшится ровно в два раза и составит x пополам а вот эта веревочка она боковая оранжевая она была конечно не натянута но почти натянута так что ее длину и теперь можно считать равный а и теперь длина всей подвески будет составлять а плюс l плюс x пополам и это значит что она уменьшилась по сравнению с исходным состоянием ровно на x пополам а это и значит что груз у нас не опускается но поднимается на эту величину и кратко итог нашему объяснению можно подвести так центральная черная веревочка которую мы перерезаем сначала обеспечивает последовательное соединение пружин и при котором жесткость системы в два раза меньше чем жесткость каждый из пружин а когда мы ее перерезаем пружины оказываются соединенными параллельно и жесткость системы в два раза больше чем жесткость каждой из пружин так что в итоге жесткой системы в целом увеличивается в четыре раза и нечто похожее происходит когда мы берем два одинаковых сопротивления и сначала включаем их последовательно так что их суммарное сопротивление равняется двум r а если мы их включим параллельно то сопротивление станет равным р пополам то есть уменьшится в четыре раза ну а чтобы аналогия стала полной можно говорить не о сопротивлениях а о проводимостях и проводимость как раз таки увеличится в четыре раза они уменьшатся и об этом в своем ролике стив молд рассказывал нам на языке движения автомобилей что наверное гораздо ближе сердцу американца как представителя такой автомобильной нации а мне гораздо понятнее простой язык электрических цепей как профессиональному пешеходу а теперь наступило время нашего заключительного вопроса мы заменили короткий центральный шнурок на систему наподобие полиспаста что можно было менять длину и сейчас груз поднят максимально высоко начинаем вытравливать шнурок и груз пошел вниз вот он опустился до зеленых стрелок ушел ниже и теперь если вытравить шнурок еще чуть-чуть он снова возвращается к зеленым стрелкам почему же это происходит я думаю что вы легко ответите на этот вопрос если вы внимательно смотрели наш ролик а ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ю тубе